добрый день уважаемые коллеги добрый день уважаемые зрители моего youtube канала меня зовут Абокин Александр я врач-стоматолог работаю в Москве у нас сегодня дорожная запись мы будем продолжать тему рациональные покупки инструментов и расходных материалов для ведения автономного самостоятельного приема в частной практике или еще это можно назвать работа врача-стоматолога на аренде мы закончили цикл закупок по всем направлениям в самом-самом базовом уровне в самом его дешевом варианте теперь я поговорю о немножечко продвинутом варианте закупок для гигиены например мы также будем дальше развивать и остальные направления я очень рад что стали появляться вопросы не стесняйтесь задавайте вопросы в комментариях это очень помогает в выборе следующей тематики и позволяет вам получить больше информации и так назовем это стандартный уровень закупок для профессиональной гигиены при самостоятельной работе у нас в прошлой закупке уже были какие-то насадки на ультразвук и угловой наконечник с ротационными инструментами для более продвинутой гигиены и более доступного входа в эту продвинутую гигиену я бы рекомендовал дальше следующим уровнем закупить себе ну как минимум два набора бюрет для парадонтологии что посмотрев вот вообще практически все что есть на рынке по кюретам я много этим занимался и сам товар смотрел и каталоги и книги о применении ручного парадонтологического инструментария вне хирургической парадонтологии ну то есть считай продвинутой гигиене полости рта значит рекомендаций у меня две первый вариант чуть 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 более доступные в покупке парадонтальные инструменты компании HLV это дистрибьютор mydem24 очень хороший инструментарий ключевые аспекты полностью металлический значит очень здорово с точки зрения гигиены стерилизации срока службы защиты от коррозии цветостойкости рукоятки инструмента далее второе большой диаметр ручки инструмента у парадонтальных кюретов HLV на мой взгляд это ключевой аспект в выборе парадонтального инструмента должна быть большая ручка хотя бы зайдите на сайт mydem24.ru посмотрите каталог это хороший инструмент он вам долго прослужит у него есть возможность его точить поправлять и а заточки парадонтального инструмента мы поговорим еще отдельно это очень важная тема без которой заниматься парадонтологии практически невозможно если ты не умеешь точить ручной инструмент далее второй вариант покупки он подороже но он как бы и покласснее это ком инструменты компании lm instruments ну этот прям это целый можно сказать такая философия лего она все инструмент весь разноцветный очень красивый он сам себя продает тут тут не надо ничего вас уговаривать вы просто возьмете в руки и поймете что вам хочется этим работать они очень много работали в lm над своим инструментом у них были исследования по эргономике они так скажем сделали огромную работу наверное больше всех работу сделал lm поручным инструментом и вы можете начать себе что-то покупать выберите какое направление вам нравится если вы выбираете себе лм то конечно вы потихонечку себе соберете хорошие наборчики они у вас будут такие в едином стиле парадонтальный гигиенический хирургический терапевтический и у них ортопедический есть портпакер и там есть все направления это очень здорово купить лм инструмент можно в компании raudental это компания расположена в петербурге у нее есть в москве филиал вам все покажут все расскажут и и вы все все попробуете о чем положительно лм инструмент у них есть отличная машинка для затачивания парадонтального инструмента называется на ронда flex ей можно точить не только инструменты лм инструмент ей можно точить все инструменты поэтому как бы может быть вы купите себе и человек инструменты и будете точить их на ронда flex это все совместимо все здорово значит дальше на закупки на прав гигиену такого и более серьезного уровня что надо купить такие маленькие чашечки небольшого диаметра на перстень одевается на фалангу пальца как перстень емкость для полировальной пасты по-моему это выпускает компания керхавы или выпускала компания керхавы вот поэтому два таких то стенечка купить себе обязательно один из них должен быть под индикатор а второй под извините под полировальную пасту вот такая вещь на этом в принципе можно сказать что вы будете уже уже очень хорошо экипированы следующая часть вот этого видео посвященного более продвинутым закупкам по профгигиене в полости рта я бы хотел посвятить такой вещи как выбор парадонтального гигиенического скейлера ну в этой части без вариантов без альтернатив что вы идете в майдан 24 и покупаете там скейлер это я их есть несколько есть прям но совсем такие простые скейлеры недорогие коробочка блок управления с там с наконечником и рядышком бутыль резервуар с жидкостью для ирригации и вы ей пользуетесь что-то захотели попробовать по такой поприличней значит dte d7 лет очень рекомендую он сейчас стал более доступен потому что вышли новые поколения скейлеров и они снизились цене но они при этом не стали хуже значит вот dte d7 лет я сам пользуюсь уже очень много лет за все это время сменил только один наконечник это потому что какие-то мурмудоны мои коллеги мне сломали на нем резьбу ну просто потому что как бы это просто клинические идиоты которые не понимают вообще устройство аппарата которые они берут руки я заменил наконечник это очень опять же такое бюджетное решение это всегда можно себе позволить поменять наконечничек поэтому чем он хорош он мощный то есть он универсальный у него педаль блок питания внешние емкость резервуар с водой с ирегантом у него прям ставится на сам аппарат хорошее четкое регулирование хороший пластик кнопки большие это это аппарат которым пользоваться очень удобно две емкости для ирригации и как бы достаточно большой ассортимент насадок который доступных насадок ну как бы будем говорить честно это начальный самый базовый уровень это произведено в то есть это гораздо попроще выглядит и работает и качественно чем европейские аппараты такие как там актеон мектрон гим с поэтому но это базовый уровень значит он вам будет служить ну как если вы аккуратно будете пользоваться лет десять точно он очень быстро окупается вы сможете работать очень очень профессионально комбинируя ручные парадонтальные инструменты с ультразвуком к нему вы берете я не не помню шел ли там в наборе ключ по моему шел ключ и около 6 насадок в базовом варианте идут но насадочек надо закупать потом будет как бы дополнительно побольше я сразу перешел на серию насадок с покрытием нитридом титана это золотистые насадки они очень приятны внешне они реально жестче и меньше стачиваются и как бы пользоваться ими одно удовольствие поэтому он же вам послужит если вот на этом этапе вы себе приобретете такой скейлер он вам послужит дальше и как терапевту то что вы можете туда докупить будете в дальнейшем я это подробно буду рассматривать в терапии еще насадки но скейлер значит и естественно что уже под такой свой прием достаточно раскачанной вы дальше покупаете еще немножечко бутылочек с порошком для air flow значит порошкоструйный аппарат приобрести нужно обязательно на базовом уровне это без вариантов китайский порошкоструйный аппарат и о самом базовом варианте они служат там в зависимости от использования от квартала до полугода значит основное правило их вот надо мыть научиться очень очень хорошо с мандреном значит замачивать их надо в уксусе значит в растворе уксуса пищевого прям вы того магазине купить продуктовым замачивайте чтобы сода растворялась если вы отмываете он служит нормально если в один раз профилонили помыть его все он начинает как бы разрушаться засоряться и вы перестаете нормально работать потому что он будет за забитый и не проходим значит вот такой аппарат я даже не знаю там он сколько он может стоить но просто посмотрите я давно не покупал эту тему мы прошли это это отдельная история прошли китайские брыжкоструйные аппараты в клинике просто в одночасье их собрали все и выкинули на этом все закончилось но я думаю что вот это будет очень хорошим апгрейдом вы после этого можете делать уже профессиональную гигиену на уровне просить и предлагать за это уже хороший гонорар потому что вы будете выполнять полный протокол все обработки всех поверхностей всеми аппаратами как это делать вы можете посмотреть в моем блоге со мной уже два года работает прекрасный один из самых талантливых врачей гигиенистов в москве вера сергеевна свириденко она любезно опубликовала полный протокол своей работы и те кто умеет читать картинку может отсмотреть и алгоритмы применения разных инструментов насадок и порошкоструйных аппаратов вот такой сегодня комплексный для вас бонус я поговорил для вас о закупках значит на базовом уровне повторюсь эта продукция компании майдент 24 она с вами будет долго это мы и во всех остальных видео будет говорить что там есть хирургия хорошая и ультразвуки хорошие и и пока что мы упомянули только базовый ультразвук это еды 7 лет если у вас по нему есть вопросы пожалуйста обращайтесь задавайте я делал очень неплохой обзор на этот аппарат с примерами поищите на сайте майдент это видео оно для тех лет было просто аватар практически снят про этот ультразвук а в моем канале поищите работы врача-гигиенисты вера сергеевна свириденко значит они будут очень полезны врачам потому что у нас врачи полный протокол к сожалению не знаю они знают они этот протокол потому что их так учат на кафедрах выжившие из ума старухи которые там считают себя великими продвигателями гигиены в массы российские вот они так учат врачей что они выходят из института не зная ничего задавайте ваши вопросы по товарам по стратегии закупки по работе особенностям работы на аренде подписывайтесь на мой канал ставьте кнопочку лайк ставьте отключайте кнопочку с колокольчиком чтобы не пропустить следующие публикации спонсируйте этот канал потому что это показывает ваши отношения к той информации которую получаете спасибо до свидания